Как участники социального взаимодействия мы все рассматриваемся другими участниками взаимодействия как представители определенных категорий. Пол, возраст, класс, субкультура, этническая группа, гражданство. Эти категории определяют то, как с нами взаимодействуют другие, и то, как мы сами взаимодействуем с ними, определяется тем, к каким категориям мы их относим. Принадлежать правильной категории важно и полезно, потому что, с одной стороны, это дает предоставлять доступ к каким-то материальным ресурсам, экономическим, например. С другой стороны, потому что это просто приятно. Быть представителем той группы, которой все восхищаются, или которой ценят, гораздо лучше, чем представителем той группы, на которую смотрят сверху вниз. Социологические теории, в общем, отличаются по тому, в какой степени они делают упор на первом или на втором. Некоторые теории, экономически-детерминистская или, как частный пример, например, марсистская, предполагают, что экономические интересы или материальные интересы более широко стоят в начале, а интересы в том, чтобы быть признанным, уважаемым и пользоваться каким-то престижем. Другие социологические теории утверждают прямо противоположное. Престиж первичен, уважение первично, а богатство лишь средства для того, чтобы вести такой образ жизни, который заставляет других уважать вас. Средства, например, участия в экономике дара, которая позволяет вам создавать круг приверженцев. Фактически, хотя материалистические теории в значительной степени доминируют, кажется, что противостоящие им символические могут объяснить чуть ли не больше, может быть, даже больше в каких-то ситуациях. Классический пример такого рода — это исследование Стауфера времен Второй мировой войны. Стауферу доверили исследовать культуру американских сводов. То есть, на самом деле, ему доверили исследовать не культуру американских сводов, а факторы, которые определяют, как будет вести себе солдат на поле боя. Известно было, что некоторые солдаты, попав на фронт, ведут себя очень храбро, чуть ли не бросаются на танки с зубочистками, а другие думают только о том, как бы им дезертировать, как примерный герой Джозефа Хеллера. Что определяет, какие факторы определяет поведение конкретного индивида? Стауфер и его коллеги начинали со стандартного набора переменных расы, например, религия, отношений к фашизму. Логично, что люди, которые коммунисты, будут сражаться гораздо более охотно с фашистами, чем те, которые состояли в Кукулусклане и могут найти в Майнкампф что-нибудь для себя привлекательное. Как ни странно, ни один из этих факторов не был особенно сильным. Фактически переменная, которая оказывала наибольшее влияние, это была локальная культура взвода, которая складывалась как бы сама собой. Люди во взводе развивали определенное видение ситуации войны, в результате которого им было или стыдно проявлять героизм и энтузиазм, или, наоборот, стыдно его не проявлять. То, что им было стыдно или не стыдно, фактически оказывало на их поведение перед лицом смерти гораздо большее влияние, чем убеждения, классовая или расовая принадлежность. Это было неожиданное в своем роде открытие, которое вполне, впрочем, вписывается в контекст многих других исследований. Соображение, уважение, поддержание престижа и поддержание статуса среди непосредственно окружающих, часто гораздо более сильный фактор, определяющий поведение, чем какие бы то ни было другие интересы. Это уважение распределяется в связи с групповой принадлежностью. И один из главных трендов, одно из главных направлений развития политической культуры западных обществ заключается в том, что постепенно соображения, которые связаны с поддержанием благоприятной групповой идентичности, поддержанием уважения к той категории, к которой относится индивид, вытесняют и даже замещают в чем-то соображение, которое связано с редистрибуцией материальных благ. Нэнси Фрейсов написала книгу о редистрибуции или признании recognition, в которой как раз демонстрируется, что борьба за признание есть самостоятельное измерение политики. Люди стремятся к тому, чтобы группа, которая не принадлежат, была уважаема и признана и законом и другими людьми, не просто потому, что это экономически выгодно. Конечно, если в полиэтническом государстве какая-то этническая группа не допущена к госслужбе, например, или к каким-нибудь нишам на рынке труда, добиться большего признания и больших прав для себя, как для категории, экономически выгодно. Но не это говорит Фрейсер первично. Люди, прежде всего, стремятся к уважению, а не к тому, чтобы распределить свою пользу богатства. По крайней мере, это два разные вектора политики. И по мере того, как некоторые общества, во всяком случае, достигают более-менее равномерного экономического благосостояния, мы обнаруживаем, что одно вытесняет другое. В западной политике группы, которые требуют признания для себя, как геи, которые требуют, чтобы им разрешили проводить гей-парад и относились к ним также, как к филателистам или какой-нибудь безобидной с точки зрения консервативного большинства группе, борются не за экономические, не дай бог, интересы, а за то, чтобы пользоваться каким-то уважением в глазах других людей. История политики признания, видимо, начинается с национализмов. Национализмы 18-19 века – это как раз разновидности политических движений, которые, прежде всего, определяют свои потребности в терминах признания, уважения к культуре, уважения к таким людям, как они, требования политического признания их прав, которые вытекают из культурной особости. Националисты, классические ортодоксальные националисты никогда не признаются в том, что они действуют, потому что за этим стоят какие-то экономические интересы. Чаще всего они стоят. Чаще всего выделения из, например, ослабшей империи молодого сильного национального государства приводят к возрастанию экономического благополучия в этом государстве, хотя, как показывает пример распада СССР, далеко не всегда. Тем не менее, не так главная сила, стоящая за националистическими движениями, которые сами эти движения признают. Они описывают себя в терминах потребности признания их уникальности, особости, в том, чтобы быть наравне с другими такими же национальными обществами. После того, как национализмы запускают цикл распространения политики признания, за ними следуют многие другие. Мы видим, как во многом по аналогии с националистическими движениями развивается женское и суфражистское движение. Так же, как в начале национализма говорят о том, что есть подчиненные и доминирующие этнические группы, в то время как подчиненные ничем не хуже, они просто другие в культурном отношении. Разные формы феминизма говорят о том, что дискриминируемые группы находятся среди нас. Не обязательно ехать в какие-нибудь этнические деревни, чтобы найти там жертв дискриминации. Одна половина человечества дискриминирует другую. Другая половина человечества тоже заслуживает признания, тоже заслуживает того, чтобы их работа и их вклад в общественную жизнь не ценился меньше, как это происходит при патриархатном порядке. За ними появляются разные другие группы, которые прежде ощущали себя исключенными и стигматизированными. Каждый из них требует, чтобы их особость, их положение была легально признана, пресловутые однополые браки, о которых пролито столько чернил и сломано столько копий. Или, например, признание групп, которые прежде были исключены из-за какой-нибудь формы инвалидности или своих религиозных убеждений или культурной особости. Здесь мы обнаруживаем, что внутри самой социологической теории есть разные отношения к подобной политике. Традиционная, ортодоксальная, инструменталистско-марксистская, в частности, обычно относятся к ней снисходительно до тех пор, пока реинтерпретируют такие конфликты в термах распределения материальных благ. Как, например, теория империализма, национализм, возникающий где-то на периферии миросистемы, рассматривается вполне благосклонно, но рассматривается как пример классовой борьбы, расположенной в пространстве. Империализм угнетает, а восставшее национальное движение таким образом способствует приближению социализма. Если, однако, националистическое движение упорствует в том, что оно именно националистическое и строит государство, которое не является бесклассовым, не пытается строить, то для марксизма оно сворачивает с истинного пути и направляется в какую-то сторону, которая диктуется ложным сознанием. Потому что, в конечном счете, разумеется, национальные различия – это форма обмана масс. Это форма или самообмана масс. Это форма, которая отвлекает людей от того, чтобы понять истинную сущность, стоящих перед ней задач по установлению социальной справедливости. Но для самих движений, которые стремятся к дистрибуции, и для тех ученых, которые становятся на их сторону в этом конфликте, все как раз наоборот. Эта классовая борьба может быть ложным сознанием. Для любого марксиста националист, который призывает бороться за свою страну, подозрителен, поскольку может требовать, на самом деле, стать на сторону национальной буржуазии или национально правящего порядка против своего брата пролетария с другой стороны фронта. Для любого националиста марксист точно также раскалывает нацию во имя мнимого единства пролетариата, продает себя национальному врагу. Вот как теория удара в спину в Веймусской Германии, которая обвиняла коммунистов тем, что они вместе с евреями привели к поражению к Первой мировой войне, потому что расшатали национальное единство. Так вот, хотя совершенно не в такой форме и не применительно к Первой мировой войне, мы видим, как социология во второй половине XX века в общем становится гораздо снисходительнее к подобным аргументам, основанным на требованиях признания. Таким образом, проблема, которая связана с коллективной идентичностью, становится центром проблем в современной политической мысли, политической теории и политической социологии. Движения, которые культивируют идентичность определенного рода, этническую, национальную, гендерную, расовую, какую угодно, фактически становятся доминирующим актором политики и в теории часто рассматриваются теперь как новые и не сводимые к прежним классовым движениям. Останутся ли в новых условиях классовая политика вовсе? Сложный и не совсем однозначный вопрос. Кажется, что существует и встречное движение. Например, мы находим национализмы, которые определяют себя прежде всего в экономических терминах. Вроде как, хватит кормить Кавказ. Настоящий старый закалки национализм, разумеется, не снисходил бы до того, чтобы опускаться до определенных материй. Мы не любили их не потому, что они были экономически невыгодны или были экономической обузой, а потому что мы были просто другими. У нас была другая религия, мы были другого происхождения. Мы поэтому не должны были жить с ними в одном государстве. Но теперь, как ни странно, среди разновидностей европейских новых правах, мы часто находим квази-марксистские аргументы, которые потребность к национальной общности и отдельности выводят из чисто экономических интересов. В то время как марксизм в значительной степени мигрировал в сторону признания идентичности, в книгах, таких как книга Томпсона, например, рабочий класс рассматривается как коллективная идентичность. Если прежний рабочий класс был группой, объединенной экономическими интересами, то здесь рабочий класс стал прежде всего коллективной общностью, которая борется с буржуазным порядком, потому что этот буржуазный порядок ставит его в подчиненное униженное положение, символически униженное, а не экономически неблагополучное. То мы видим, как правые двинулись навстречу левому, в каком-то смысле они поменялись политическими повестками.